Научальные установы Витебской области начинают переход на безнаялные разлики за школьное харчавание. Как повеличить корысть и полепшить якость детячих обедов, обмерковали керовники научных установ, загадчики вытворчасти школьных столовых с предприемством Витмил и Витебским центром хигиены и эпидемиологии. Какие проблемные моменты есть в школьном харчавании, когда отбудется переход на безнаялный разлик? У материала Юлия Устиновой. Мы считаем, что это позволит упростить механизм оплаты. Это позволит родителям видеть средства, которые они тратят на питание ребенка. контролировать эти средства. Ну и, конечно же, упростят, наверное, работу классных руководителей в плане сбора наличных денег. Дети, которые что дня сытность не дают, лепши учатся. У них лепшая память, они ради их варают и ради покутают от залишней ваги. Для нормальной прации организма с ежей требует отрымливать целый набор важных компонентов. А у детячего и подлеткового взросления от характера харчавания залежит рост и развитие детей. Мы подняли проблему все-таки организация питания не столько с точки зрения нормативных требований, которые предъявляются и санитарными нормами и требованиями, но с точки зрения питания глазами детей и питания глазами их родителей. Для того, чтобы выполнить не только формальную составляющую, но и повысить качество питания наших детей. И быть уверенным, что мы обеспечили и сбалансированность, и денежные нормы, и качество, и результат в целом. У школах Першамайского района Витебска учатся больше за 18 300 детей. Харчаванием забеспечены усе, 92% – гарачим. Больше за полову школьнику района отрымливают харчавание по дотации. Это усе учни початковых классов, дети сашмадетных, малозабеспеченных семью, те, кто знаходится у складанной житевой ситуации. Снеданы для учни у старышей школы – каштое 1,5 рубли. Загадчик вытворчасти Витебской гимназии номер 5 Вольга Бабич кормит детей с 1980 года. Под ягекировництвом каждый день у столовой готовят пять комплексов на тысячу человек. Все дети дома любят картошечку, котлетку, макарончики, сосиску, такое все пельмешки. Предлагаем деткам салатики, разнообразную выпечку, блинчики. Дети как бы все желания детей учитываем. У нас есть диет питания, детки получают диет питания. Кто хочет, пожалуйста, без ограничений, всем предоставляем. За харчевание у 47 новучальных установок Витебска отказывает предприемство «Витмил». Перспективное меню узгодняется с санитарно-эпидемиологичной службой и распрацовывается на два тыдни. У школьных буфетах корыстается попытом свежая выпечка. Старшоклассники частей выбирают салаты. А вот газировки и чипсов у наших школах нема уже некальки годов. Ассортимент реализуемой продукции в школьных буфетах и кафе на сегодняшний день очень высокий. Большой ассортимент входит сладких блюд, фруктов, молочные продукции, выпечки собственного производства, холодных закусок и кондитерских изделий собственного производства, которые дети пользуются большим спросом. Якость, безпека, сбалансованность – трыкиты, на яких грунтуются харчевание у школе. Важно и у семьи формировать у дитя правильное ставление до харчевания и своего здоровья. Юлия Устинова, Александр Приставка, Новины, Витебск.